Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео, как быстро уснуть, буквально за 2-3 минуты. Это действительно не преувеличение. Есть такие методики, техники. И сейчас я вам об этом расскажу. Поскольку я уже делал видео, и они опубликованы у меня на канале о крепком, здоровом сне, то всю биохимию и физиологию сна я сейчас говорить не буду. Кому будет интересно, посмотрят эти мои видео. Под видео я дам ссылку на них. Состояние, когда человек ворочится, не может заснуть, знакомо каждому. Ну а каждый десятый человек в нашей стране страдает хронической бессонницей. И перед тем, как я расскажу вам о конкретных способах, как уснуть быстро, буквально моментально, я кратко расскажу вам, что вообще нужно делать, чтобы лучше спать. Конечно же, надо проветривать комнату перед сном, как это в советские времена говорилось постоянно и везде. Идеальная температура 18-20 градусов. Когда позволяют погодные условия и отопление, хорошо бы оставлять форточку в режиме проветривания на ночь. Обязательно зашторьте плотно, все окна выключите свет, мозг отдыхает, и гормон мелатонин вырабатывается в полной должной мере только в полной темноте. Спать надо в полной темноте. Никаких телефонов и прочих так называемых гаджетов рядом с вами быть не должно, когда вы спите. Убирайте их куда-нибудь в другую комнату. А сотовый телефон необходимо выключать. Не занимайтесь активным физическим трудом, работой, тренировками за 3-4 хотя бы часа до сна. Нужно успокоить и снизить возбудимость нервной системы. Не ешьте вечером, тем более перед сном. Полный желудок препятствует глубокому качественному сну. Выпить вечером можно только теплой воды, ну или, скажем, ромашковый чай. Успокаивающие травы это мелиса, лаванда, помните, и можно в сухом виде их держать рядом в мешочке, скажем, на тумбочке рядом с кроватью. Или под подушкой, как это делали раньше. Конечно, есть определенные факторы, которые можно выработать на хороший сон. Например, чтение приятной книги. Это прогулки на свежем воздухе перед сном. Это теплые расслабляющие ванны. Это расслабляющая, приятная для вас музыка. Есть очень важный психологический фактор. Постарайтесь успокоиться. Усилиями воли снять стресс и сосредоточиться на позитивных мыслях. На ваших мечтах, желаниях. На том, что поможет вам расслабиться. Кому-то помогают выписывание на бумагу, скажем, конспектирование каких-то своих мыслей или планов на грядущие дни. Очень важен режим сна. Если вы будете ложиться и просыпаться в одно и то же время, то вы настроите свой организм и свой мозг на эту самую программу. И уже сам мозг, сам организм будет помогать вам уснуть в этот привычный период времени. Ну а теперь давайте я расскажу вам про уникальный один метод, а потом еще пять способов, как минимум, как быстро уснуть. Итак, вот вам техника американской школы ВМФ, которая позволяет действительно уснуть за две минуты. Помните фильм про Штирлиц? И ведь действительно это не придумка. Есть и были люди, которые тренировали себя для того, в том числе, чтобы можно было быстро, моментально заснуть и быстро выспаться. Итак, впервые эта методика была опубликована в книге Ллойда Уинтера «Расслабься и выиграй выступление на чемпионате». И эта методика была специально разработана для военных летчиков, у которых снизились показатели выносливости и точности из-за недосыпов. Так вот, если не лениться, то вы сможете, как и военные, примерно за шесть недель практики отработать данную технику, чтобы она вошла под ваш контроль. Военные, которые прошли обучение данной методики, смогли засыпать буквально за 100-120 секунд, причем даже сидя и даже стоя. Первый этап. Лягте на спину и расслабьте все мышцы лица. Второе. Вытяните руки вдоль тела. Опустите, расслабьте плечи. Третье. Сделайте вдох, чтобы расслабить грудь. Потренируйтесь, и у вас получится. Расслабление должно быть абсолютным. Четвертое. Расслабьте ноги. Пятое. В течение 10 секунд представьте себе умиротворяющую картину. Например, какие-то красивые природные явления, пейзажи, ландшафты или приятное, радостное событие в вашей жизни. Все то, что может вызвать душевную радость и расслабление. Все то, на что у вас абсолютно не может быть агрессии или какого-либо беспокойства. И шестое. В течение последующих 10 секунд проговаривайте мысленно слова, вникая в них и сосредотачиваясь на этих словах и на том, что они означают. Говорите себе, не думай. После этого сон должен наступить буквально через 10-15 секунд. Правда, есть один момент. Есть такие люди, у кого мозг быстрее реагирует на, скажем так, неправильные приказы, противоположные от приказов. Поэтому таким людям себе надо говорить, я не хочу спать. Чтобы мозг среагировал по-своему и выполнил команду с точностью. Наоборот. Может быть, вы относитесь к такой категории людей, имейте это в виду. Но еще раз хочу подчеркнуть. Методика эта работает точно, но к ней надо подойти ответственно и потренироваться. Но для тех, кому это сложно, лень и тому подобное, я расскажу другие методы и меры. Вот вам еще один метод. Для кого-то он будет очень эффективным. Это очень старый способ. Большими пальцами обеих рук положите на место соединения головы и шеи. То есть, по сути, на первый позвонок Атлант. Глубоко дышите, надавливая восходящими или круговыми движениями на эту точку. И буквально за одну-две минуты вы почувствуете, как ваше тело расслабляется, а мозг готов отдыхать. Есть еще один метод. Он называется выдувание мыльных пузырей. На первый взгляд, вроде бы он детский, смешной, но имеет научное под собой обоснование. Его автор, профессор неврологии Рэйчел Мари Саллас. Во-первых, это глубокая дыхательная гимнастика, которая позволяет снять стресс. С другой, это некая деятельность, которая способна отвлечь разум от тревожных мыслей. Работает данный метод подсознательно. Есть такой метод. Вы берете стакан с горячей водой, кладете туда, скажем, столовую ложку, железную. Она нагревается до такого состояния, что вы можете дотронуться и держать эту ложку на своей ладони. Именно при такой температуре стоит поочередно на 20-30 секунд прикладывать эту ложку к вискам, переноситься между бровями и справа-слева от носа на зоны гайморовых пазух. Проделаете такое упражнение несколько раз последовательно. Перед каждой следующей зоной прикладывания нагреваете ложку до терпимой температуры в стакане горячей воды. Следующий метод. Метод прогрессивной мышечной релаксации. А заключается он в последовательном напряжении и расслаблении определенных групп мышц тела. Причем поднимаясь от нижних конечностей к верхним именно по ходу тока лимфатической нашей системы. Первое. Напрягайте пальцы ног и задержите дыхание до момента, пока не почувствуете напряжение. Выдохните и расслабьте мышцы ног. Повторяйте эти упражнения в такой же последовательности, постепенно переходя от одной к другой части тела. То есть голени, коленкам и так далее. А вот когда вы подниметесь к лицу, выполняйте следующее действие с задержкой напряжения мышц на 5 и расслаблением на 10 секунд. Поднимайте брови как можно выше и задержите их в таком положении. Потом резко расслабьте. Напрягайте мышцы, щек широко улыбаясь и затем расслабляясь. Закройте глаза и прищурьтесь, затем расслабьтесь. Наклоните голову назад и смотрите на потолок, считая до 5. Ну и напоследок скажу еще о таком методе, ведь может быть какой-то вам не подойдет, но один из этих точно пойдет вам. Итак, дыхательная гимнастика 478. Она разработана была доктором Вейлем, который он называет расслабляющее дыхание. Эта методика снимает стресс и помогает заснуть. Так как данный метод позволяет достичь спокойного психологического и физического состояния. И буквально всего за 2 минуты. Итак, вдохи делайте спокойно только носом и выдыхайте со звуком воздух ртом. Первое. Расположите кончик языка за передними зубами ближе к небу. Второе. Сделайте вдох, потом приоткройте губы и выдыхайте. Третье. Сомкните губы, посчитайте до 4 и сделайте медленный вдох. Четвертое. Задержите дыхание на 7 секунд. Пятое. Приоткройте губы и сделайте выдох, считая до 8. По практике, чтобы быстро уснуть, необходимо сделать до 4-5 таких циклов. Что я вам хочу сказать в завершении. Главное здесь стабильность каких-то факторов. Выработайте привычку полезную. Да, в редких случаях можно смотреть даже и телевизоры при этом уснуть, но только какую-то хорошую программу про природу. Или не по телевидению, а просто использовав телевизор в спальне, как устройство, которое будет показывать то, что вы запишите. На какую-то карточку или возьмете из интернета, ведь сейчас многие телевизоры подключаются к интернету. Например, про аквариумистику, про какие-то походы на природе, кому-то про рыбалку. Ну, в общем, выберите для себя то, что вас расслабляет и умиротворяет. Тогда тоже можно быстро уснуть. Или, может быть, вы уснете быстро, если будете слушать какую-то аудиокнигу. Так как зрение уже не работает, полная темнота и прослушивание какой-то интересной истории, которая перенесет вас, ваши грезы и фантазии, какой-нибудь загадочный и таинственный мир, однозначно помогут и расслабиться, и забыть обо всем, и быстро заснуть. Надеюсь, данное мое видео было вам полезным. Ну, а вот те два видео, которые я рекомендую вам посмотреть в связи с темой сна. Первое. Крепкий сон. Как быстро уснуть и хорошо выспаться, ведь здоровый сон продлевает жизнь. И второе видео. Стоит ли спать днем? Вот что творит дневной сон с вашим организмом всего за 10 минут. Ну, а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах, самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе, и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал «Жизнь на земле». Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий. О наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов, и подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал «Совесть и подлость». Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации вырождению человека и все общество в целом и народа. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Продолжение следует...